Всем большой привет! Меня зовут Татьяна и сегодня у нас бьюти новости. На самом деле я думала, что я буду про новинки косметические снимать, может, через месяц. Но за последние две недели столько новинок пришло и все такие вкусненькие, интересненькие, что давайте обсудим то, что есть сейчас. Сегодня новинки будем обсуждать такими блоками и начнем с бронзера. У RMS Beauty вышел их Hydra Power Bronzer. Я совсем недавно открыла для себя этот бренд. Это бренд французского, по-моему, визажиста. Она уже в возрасте, но очень такая элегантная женщина. И ее косметика в достаточно высоком ценовом сегменте. Я присматриваюсь, я пока вообще ничего не пробовала, но мне интересно. Очень многие хвалят качество ее косметики, так что посмотрим. Может быть, что-нибудь попробуем в ближайшее время. Что касается бронзера, то написано, что это гель to powder. То есть, у него сначала какая-то как бы мокрая текстура, а потом он превращается в пудру. На фотографиях этого непонятно. Кажется, что это просто какой-то сияющий бронзер. Интересно то, что у этих бронзеров будет в упаковке место для сменного блока. То есть, можно потом отдельно. Если вдруг когда-нибудь у вас закончится этот бронзер, то можно будет сменить. Причем, эти блоки универсальны. И можно также на это место поставить не только бронзер, но хайлайтер и сияющий румяна. Я так понимаю, эта упаковка подходит для всего. И также сияющий бронзер выходит у Джорджа Армани. Визуально кажется, что это что-то большое. Это тоже что-то очень сияющее, в четырех оттенках. Кремовый бронзер. Написано, что кремовый. Ну и естественно с glow эффектом. И еще у Sephora Collection вышли два бронзера. Один в матовом финише и второй в сияющем. Я на них посмотрела, но еще пока не покупала. Меня заинтересовал вот этот вот сияющий. Но что-то вот мне кажется, что там будут такие частички плесток. Но это может быть я, мне кажется. Надо пробовать. Значит матовый бронзер. Также написано, что это кремовая шелковая текстура. То есть это какая-то смесь. Но по факту она дает матовый финиш. А сияющий бронзер это бронзер с перламутровым блеском. Теперь немножко про румяна. У тех же Армани вышли кремовые румяна тинты. Там будет шесть оттенков. И упаковка конечно очень красивая. Мне вот очень нравится. Обещают нам интенсивный цвет, легкую текстуру и натуральный увлажняющий финиш. Но это все как любит Армани. Мне кажется это что-то будет похожее на жидкие румяна Реа Бьюти. Но здесь написано, что это тинт. Поэтому какая-то разница может быть. Ну не знаю. Я еще не уверена, буду я пробовать или нет. Но эта новинка меня заинтересовала. Также бренд Нарс перевыпустил свои культовые румяна в каком-то невероятном количестве оттенков. 20 оттенков. Это их старые всем известные и любимые румяна, но в новой формуле. Я не пробовала те старые румяна. С этими не знаю, буду знакомиться, не буду. Но если кому-то интересны, то я так понимаю, что они уже доступны. Еще интересная новость, что Реа Бьюти выпустили свои культовые кремовые румяна в мини-версиях. Вот я уже попробовала вот такого малыша. Это у меня оттенок Хоп. Он мне сейчас нанесен. Я буду это все показывать в следующем видео. И это вот конечно супер новость. То, что можно в два раза меньше заплатить и попробовать эти классные румяна. Ну это вообще конечно мимишная такая история. Такие уже малыши. Но в принципе этого хватит надолго. Ну и плюс к кремовым румянам у Реа Бьюти вышли их сейчас очень хайповые румяна. Селена Гомес решила соединить их популярный хайлайтер с румянами. И получились вот такие вот румяна запеченные с совершенно невероятным каким-то сиянием. У меня сейчас тоже нанесено. Я вот их пробовала. Прикольная, интересная история. Но мне кажется не для всех. Сейчас это очень популярно. Но по факту надо будет разбираться насколько это носибельно. Называются эти румяна Soft Pinch Luminous Powder Blushes. Там 6 оттенков. Это такая запеченная текстура. И они очень насыщены. Прям невероятно. Мне кажется их еще классно носить как в тени на веки. Тоже подойдет. И последняя новость в отделе румян. Это у NYX Cosmetics. К коллекции баттер бронзеров теперь еще появится баттер блаж. Ну то есть масляные вот эти вот румяна. Я не пробовала те бронзеры. Может быть есть смысл сразу вместе бронзер с румянами попробовать. Я не очень понимаю что там за текстура. Но я так понимаю что там что-то масляное какая-то она. Или что. Ну как бы не знаю. Если руки дойдут, то может быть попробуем. Переходим к хайлайтерам. Сейчас какая-то новая фишка пошла. Делать хайлайтеры, которые можно наносить на все лицо. И вот вышло два очень похожих продукта. От Fenty Beauty и от Наташи Диноны. У Fenty Beauty называется в хайлайтер Light Diffusing Highlighter. У Trangwood написано, что это Limited Edition. Не знаю. Пока что они есть в продаже. Очень такая красивая какая-то такая. Не знаю как волна. Переливающаяся упаковка. Постарались дизайнеры придумать что-то такое интересное, оригинальное. Девять оттенков. И нам обещают, что это будет что-то очень стойкое. Водостойкая текстура. Что там нет отдельных блесток. Что это как бы именно сияние. И по итогу у нас на лице будет такой сглаженный, сияющий какой-то плюр эффект. Что касается Наташи Диноны, то визуально это что-то очень похоже. Но у хайлайтера Наташи только четыре оттенка. Она точно так же говорит, что можно на все лицо наносить. Притом у Наташи Диноны есть сияющий праймер серум, который она тоже предлагает нанести на все лицо перед макияжем. И она предлагает их смешивать. Получается такая история, что ты наносишь этот сияющий праймер. Не надо наносить никакого тонального. И сверху наносишь этот хайлайтер. И это такой условный glow, но мейкап. Мейкап получается. На картинке, конечно, это выглядит очень красиво. И на видео презентации, которые сделала Наташа, но я не знаю, насколько это носибельно в жизни. Даже ради интереса я хотела бы это попробовать. Пока что хайлайтер Наташи в Сифоре недоступен. Он доступен только в американской ульте. И вообще доедет ли он до Сифоры, я что-то пока не понимаю. Будем ждать. Если нет, то может быть тогда хайлайтер от Fenty я попробую. Но мне интересно протестировать вот этот эффект, когда ты наносишь вот это сияние на все лицо. Ну, насколько это реально носибельно. И еще один хайлайтер, который мне понравился визуально, это новый хайлайтер от Bobby Brown. Здесь только один оттенок, но он на прозрачной основе. И, как утверждается, он подойдет любому оттенку кожи. Это такой бело-розовый, такой переливчатый хайлайтер. На картинках выглядит очень красиво. И упаковка тоже такая, знаете, притягивает внимание. Мне кажется, если я уже попробую Наташу или Fenty, то до этого хайлайтера тоже точно руки не дойдут. Но если вдруг кто-то попробует, то поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну и последние новости о хайлайтерах. L'Oreal выпустит тоже два оттенка хайлайтеров. У них это называется больше как иллюминатор. Там два оттенка. Один такой, как оттенок шампанского, а второй такой холодный, светло-белый. Написано тоже, что стойкость будет 24 часа. В принципе, тоже можно такое попробовать. Перейдем к пудрам. Здесь тоже есть несколько интересных новостей. Hourglass решили выпустить свою рассыпчатую пудру в прессованной версии. Я так понимаю, они подсмотрели это у Лоры Мерсье. Но если честно, я посмотрела обзоры на Лору. И уже было несколько обзоров на Hourglass. И все говорят, что все-таки рассыпчатая версия лучше, чем прессованная. Есть ли смысл менять любимую пудру на условно такую же, но прессованную? Может быть только если удобство перевозки. То есть если нам нужно взять куда-то это в дорогу, тогда да. Тогда, наверное, это удобнее. А так, ну как-то я особого смысла не вижу в этих пудрах. Пудра Hourglass называется Vanish Airbrush Pressed Powder. Там будет 5 оттенков. Причем первый оттенок идет универсальный прозрачный. Еще одна пудра выйдет у Pat McGrath. Сама по себе пудра у нее уже была. Такая пудра под глаза. Но сейчас эта пудра вышла еще в розовом оттенке. Но вот я смотрю на промо-фотографию и это розовый оттенок, но такой совсем-совсем вот еле-еле видный. Когда-то я пробовала эту пудру. У меня был прозрачный оттенок, белый самый. И мне она очень нравилась. Она, конечно, фиксирует здесь макияж. Максимально легкая текстура и хорошая пудра. Может быть эту розовую захочу попробовать. Пока что я еще не решила. У Guerlain выйдут их легендарные метеориты в формуле без талька. Многие бренды сейчас пытаются избавиться от талька в составе. И в принципе это похвально. Этот выпуск будет в четырех оттенках. Очень красивая, как всегда, упаковка. И, как я поняла, будет чуть-чуть меньше громовка, чем в оригинальной версии. Я, честно говоря, изначальную версию не пробовала. Эту пока тоже не планирую пробовать. Может как-нибудь попозже. Отдельно поговорим про бренд Анастасия Беррель Хиллз. Мне приглянулась их новинка. Это тинт в стике. Выглядит это как сухой дезодорант в стике. Я извиняюсь за такие ассоциации. Но я посмотрела несколько обзоров. И мне нравится такой вот glow finish, который дает этот тинт. Здесь достаточно большой процент всяких ухаживающих элементов. 16 оттенков и веганская и cruelty-free формула. Я так пока в сифоре караулю, но пока что новинок от Анастасии в польской сифоре не появилось. Ну, подожду. Но именно конкретно этот тинт я очень хочу попробовать. И плюс у Анастасии Беррель Хиллз вышла еще космик коллекция. Это вот вообще мимо меня. Но может кому-то интересно. Туда входят сияющие тени однушки в гелевой текстуре, как бы на глаза. Вот точно такая же желейно-гелевая текстура с огромным количеством блесток есть у Colourpop. Я когда-то это пробовала, но мне не зашло абсолютно совсем вообще никак. Плюс эта вот желейка, она моментально высохла. То есть через 3 месяца я открыла вот эту упаковочку и она затвердела. То есть она стала такая сухая. Поэтому я не знаю, как это будет у Анастасии, но к такому виду продуктов я очень скептически отношусь. И, конечно, это пробовать не буду. Но в коллекцию еще входит Space Dust Powder. То есть какая-то супер сияющая пудра, которая тоже подходит для нанесения и на глаза, и на лицо, и на тело. Мне почему-то кажется, что там будет огромное количество блесток, но не знаю, это так. Мое предположение. И еще сияющий бальзам для губ, но тоже с большим количеством блесток. Это прям видно на промо-фотографиях. У нас появился новый звездный бренд косметический. Сирена Williams. Это известная в прошлом теннисистка. Сейчас она уже не играет в теннис. Презентовала свой бьюти-бренд. Там сразу вышло очень много продуктов. И вся упаковка в таких ярких неоновых зеленых оттенках. Необычно это выглядит, очень выделяется. Я в свое время когда-то очень много смотрела большой теннис. И я помню, что сирена очень любит этот цвет. И у нее часто вот ее форма спортивная, в которой она выступала, была либо вот таких неоновых зеленых оттенков, либо ярких неоновых розовых. Вот поэтому я абсолютно не удивлена такому цвету в упаковке. Это очень хорошо отражает сирену. Очень много продуктов. Я быстренько перечислю, что вышло. Матовые помады будут в 10 оттенках. Мультифункциональный пигмент для щек и губ. То есть можно и туда, и туда наносить. 8 оттенков. Помады с легкой текстурой и интенсивным цветом в 10 оттенках. Ухаживающий серум для губ, я так понимаю. 3 оттенка карандашей для бровей. Водостойкий лайнер для глаз. Матовый почему-то консилер с легкой текстурой. Это для спортсменов, наверное. Карандаши для глаз. И также будет еще увлажняющий тинт для лица с SPF 30 в 36 оттенках. Немножко у меня вот такой диссонанс. Почему увлажняющий тинт, но консилер матовый. Я так понимаю, что пока что всю эту косметику можно купить только в Америке. Поэтому как бы вряд ли удастся ее попробовать. Еще много новинок выходит от бренда Dolce & Gabbana. Я от них вообще ничего не пробовала. Я как бы все хочу. Но, честно говоря, это все всегда раскуплено и сложно поймать. Здесь в Польше есть косметика. Периодически, скажем так, появляется в Douglas'е. Из новинок мне интересует их новый тинт для лица. Увлажняющий. Который обещает, что у нас будет 24 часа увлажнения. Достаточно большая палитра, 30 оттенков. И вот такой продукт от Dolce & Gabbana я, конечно, бы попробовала. Но, опять же, если получится его где-то поймать. Плюс ко всему в этой коллекции выходит мятное масло для губ. Тоже что-то интересное. Я так понимаю, это масло для губ, которое с таким покалывающим, увеличивающим эффектом. Красивый такой мятный оттенок. Ну, такое что-то оригинальное. Еще выходит водостойкий лайнер для глаз. И такая матовая муссовая помада. Матовая муссовая текстура. Стойкая, с высоким покрытием помада. В 9 оттенках. И еще меня заинтересовала новинка от Lancome. У них выходит какая-то супер объемная подкручивающая тушь. Называется Hypnose Drama. Которая нам даст экстремальный объем. Ультра драматический взгляд. Ну, в общем, вот эта вся история. И у нее интересная S-образная щеточка. Производитель убеждает, что это будет просто трехкратное увеличение ресниц. Может быть, я попробую эту супер увеличивающую тушь, когда она будет доступна. Из сегодняшней бьюти-новости я хочу закончить новой коллекцией от Melt Cosmetics. Называется Smoky Sessions 2. Это такая фиолетово-неоновая коллекция. Туда входит очень яркая такая в красивых таких насыщенных оттенках фиолетово-бордовых палетка теней. Также тушь. Два гелевых лайнера. Один такого неонового-желтого оттенка. И второй бордовый. И еще две однушки теней. У них такая металлическо-кремовая текстура в ярких, тоже бордовых и таком синее. Такой синий с примесью немножко фиолетового. Очень красивый оттенок. Не знаю, как это будет выглядеть на глазах, но на презентации прям супер красиво это выглядит. Плюс в этой коллекции еще два набора наклеек для ногтей. И они еще выпустили неоновую сумку Cross Body и черный Long Sleeve. Можно с этой коллекции полный образ себе составить. От одежды до макияжа. Вот такие новинки. Давайте обсудим в комментариях, что вам интересно и что бы вы хотели попробовать. Может уже попробовали. А я на сегодня буду заканчивать. Обязательно подпишитесь, если еще на меня не подписаны. Я в следующем видео буду рассказывать о румянах Re Beauty. Заходите, буду вас очень ждать. И все на сегодня. До новых встреч. Пока.